Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу вам рассказать о том, как улучшить свет, головной свет, в нашем Kia Rio 4-го поколения, именно в рефлекторных фарах. Если вам, кстати, интересно, как улучшить свет именно в линзованных фарах, то обязательно напишите в комментариях. Я постараюсь записать видео, точнее не записать, а один из зрителей мне присылал видео, как он улучшил свет в линзованных фарах. Это было еще месяца два назад. Так вот, если вам интересно, напишите. Я постараюсь это видео смонтировать и тоже на канал выложить. А сегодня речь пойдет именно про рефлекторные фары. Друзья, прежде чем я начну, прошу вас подписаться на канал, нажать лайк под видео. Вам не сложно, а мне приятно. И это помогает развитию моего канала. Всего я вам расскажу о трех вариантах. То есть я выделил три варианта, как можно улучшить свет. Думаю, многие со мной согласятся, что стоковый штатный свет у нас не очень. Фары светят как-то слабовато, освещают плохо. И многие об этом мне писали, что, Эльдар, как улучшить свет? У нас фары плохо светят. Так вот, три варианта. Первый из них, можно сказать, законный, то есть вы не нарушаете никаких правил. Можно поступить следующим образом, как поступил два года назад я. Я вам об этом, кстати, записывал видеоролик. Смотрите, можно просто купить лампочки более мощные. Я, например, себе устанавливал два года назад лампочки Osram Night Breaker Unlimited. Они светят ярче намного штатных. И свет у них немного белее. Но не прям сильно белый. Потому что, если, например, брать сильно белый свет, лампочки с сильно белым светом, то в дождливую погоду у вас дорога будет плохо освещаться. Вы плохо будете видеть. Здесь свет немного белее. И вот лично мне он очень понравился. Я установил эти лампочки. Прошло более двух лет. Мне тогда, помню, в комментариях под видео многие писали, что «А, этих лампочек ненадолго, они у тебя скоро перегорят». Так вот, более двух лет они у меня работают. Я доволен. Меня свет, в принципе, устраивает. Светят они лучше, чем штатные. Я, если что, в описании под этим видео оставлю ссылочку на такие лампочки. Сможете перейти посмотреть и, если что, заказать. Здесь вы никаких правил дорожного движения ничего не нарушаете. Вы ставите обыкновенные галогеновые лампочки. Поэтому ничего страшного здесь нет. Второй вариант – это установить светодиоды. Кстати, друзья, я, как и обещал, вам продолжаю записывать свои видеоролики, хотя монетизация на YouTube отключена. Вы, наверное, заметили, что многие блогеры ушли с YouTube, ролики больше не записывают. Например, я, которых блогеров смотрел, сейчас их больше на YouTube не вижу. То есть дохода нет, ролики больше никто не записывает. Я это продолжаю делать, продолжаю стараться для вас. Поэтому, если вдруг вы хотите поддержать мой канал, поддержать его развитие, ссылочка на донат в описании под видео. Также реквизиты оставлю. Сможете немного задонатить, немного помочь мне в развитии моего канала. Поверьте мне, даже какие-то 50 рублей пойдут мне на пользу. Так, продолжаем. Второй вариант, в общем, это светодиоды. Многие мне писали, очень много подписчиков мне писало, что устанавливают светодиоды F3. Это китайские светодиоды. Я на них также в описании под видео оставлю ссылочку. Так вот, многие мне писали, что их устанавливают STG. То есть светотеневая граница у них не нарушена. Светят они ярко, красиво, никого не ослепляют. Я не могу это подтвердить, потому что я такие лампочки не ставил. Но все, кто мне писали, все писали, что этими лампочками довольны. Я бы их, возможно, себе тоже установил. Но у нас в Башкирии строго относятся к светодиодам. За них могут выписать штраф в 500 рублей. То есть если гаишник захочет конкретно до вас докопаться, он может выписать штраф в 500 рублей. По крайней мере, когда где-то года два назад я изучал эту информацию, на тот момент было так. Если вдруг что-то поменялось, и вы об этом знаете, обязательно в комментариях напишите. Ну и также, если вы такие лампочки устанавливали, F3, напишите в комментариях, как они вам. То есть свет становится лучше, это все-таки светодиоды, но немного вы нарушаете законодательство. Так что имейте в виду. Ну а третий вариант, я считаю, это самый классный вариант, самый правильный. Это установить BLED линзы, фары. И вот об этом один из моих зрителей, за что ему огромное спасибо, прислал видеоролик. Как прислал видеоролик? Он вначале прислал мне информацию в Инстаграме, похвалился, что Ильдар, смотри, как я классно сделал. Вот установил в студии, да, у ребят специализирующихся на этом. Бил эту оптику, также ангельские глазки он установил. Ну, сейчас, скорее всего, вы видите сбоку его сообщение, которое он мне прислал, записал также видео. Мне понравилось очень, я сам давно хотел так сделать. У нас в городе этого не делают, делают в Уфе. Примерно 20-25 тысяч это стоит. То есть берется фара, целиком вскрывается. Там герметика расплавляется, фара открывается, устанавливается туда белая топтика, потом все закрывается, все выглядит штатно, все выглядит классно. И вот здесь фары начинают светить просто суперски. Мне, например, очень понравилось, как у него светят фары. Да, он установил, значит, белую топтику, плюс ангельские глазки. И вот он мне прислал, когда эту информацию в Инстаграме, я его попросил. Серега говорю, запиши, пожалуйста, видео коротенькое, именно для Ютуба. Пусть люди посмотрят, пусть люди узнают, как можно улучшить свет. И он это сделал. Записал видеоролик. Сейчас вы увидите небольшой видеоролик от него, где он постарался подробно рассказать, как ему что делали. Так вот, третий вариант. Это установить био-лет линзы. Это, опять же, нарушает, по идее, законодательство. Здесь можно опять получить 500 рублей штрафа. Но здесь, я думаю, что гаишники меньше докопаются, потому что все-таки здесь уже стоит линза. Здесь вы точно никого слепить не будете, потому что все идеально настраивается. Делают это профессионалы. В больших городах, я думаю, в каждом большом городе есть такая студия, куда можно обратиться, и вам это сделают. Ну, либо вы можете сами сделать. Я, например, не рискую снимать фару, сам ее вскрывать, все это переделать. Я это точно делать не буду. А вот в студию я бы обратился, но, во-первых, это в Уфе. Во-вторых, 20-25 тысяч я не готов отдавать. Меня острым Nightbreaker Unlimited пока устраивает. Сейчас смотрите ролик Сергея. Если какие-то вопросы у вас остались, обязательно в комментариях пишите. Думаю, Сергей ответит. Да и вообще пишите в комментариях о том, как вы улучшали свет в своем автомобиле. И улучшали ли вы его вообще, или, может быть, вас штатный свет устраивает. На этом сегодня у меня все. Смотрим ролик Сергея. Ребята, всем привет. Снимаю видео специально для канала Эльдара Баянова. На свою машину Kia Rio X 2021 года в заводские рефлектора я заменил оптику, поставил биеледовские фары и английские глазки. Сейчас я вам покажу, как светит ближний и дальний свет. Вот это у нас ближний. Вот это у нас дальний. То есть передвигаться по трассе комфортно и по городу очень. Сейчас я вам покажу, как выглядят ангельские глазки, но камера, к сожалению, не может передать, как они выглядят. Сильно бликует. Я приложу фотографии. Заказывал я у наших местных ребят в городе Кострома. Все обошлось мне в 21 тысячу рублей вместе с расклейкой и со сборкой фар. То есть расклеивали они прямо по шву, без всяких дефектов, без всего, и дали еще дополнительную гарантию. Ну, на самом деле, это очень кайфово. А вот так выглядят ангельские глазки. Фары, конечно, грязные, но это выглядит вот так. Очень красиво, на самом деле, вживую. Редактор субтитров А.Семкин